россияне продолжают скрытую мобилизацию у них много людей точнее пушечного мяса это значит что в украине возможно усиленная мобилизация об этом говорят уже не первую неделю но все на уровне разговоров при этом есть еще одна тема тоже на уровне разговоров но важно и все больше людей начинают говорить об электронных повестках станут ли они реальностью и смогут ли уклонистам блокировать банковские карты и счета фоб через мгновение мы вам расскажем а пока нажмите лайк и обязательно подпишитесь на канал ну и не забудьте о комментариях мы читаемся что же касается так называемых ограничений для уклонистов то адвокат андрей межирицкий в комментарии тсн рассказал что такое теоретически может быть но если введут так называемый электронный реестр военно обязаны в законодательную плоскость и это будет грубо говоря тоже что и при бумажной повестке сейчас если человек получил повестку и расписался а потом не явился военкомат то ему будет штраф все данные передаются в исполнительную службу и далее административное взыскание если же уклонист не уплатил штраф то налагаются определенные ограничения что касается электронных повесток то здесь тоже нужно добро от парламентариев именно последние должны проголосовать за изменения в законодательстве о мобилизации и военной службе при этом по словам нардепа романа костенко возможно у кого-то эти планы и есть ну как их водить непонятно потому что это сразу несет ряд рисков по словам костенко может появиться такая тенденция что тот кто не хочет идти в армию будет удалять ту же гию куда теоретически может прийти повестка или просто не пользоваться ею а у кого-то ее и вовсе нет и как проверить эти нюансы нардеп не понимает но здесь важен и другой аспект не скатиться в россию весной в рф вели электронные повестки теперь там они приравниваются к бумажным а уклонистов теперь ожидает наказание если повестка пришла то мужчине сразу запрещается выезд за границу если не явится в течение 20 дней военкомат его сочтут уклонистом и могут запретить управлять автомобилем но украине есть еще одна беда даже если представить что электронные повестки могут помочь к сожалению они не будут работать пока есть вот такие вот делки если боевая повестка если ранее за то что мы решим поместим на исправку рино-двиз это не имеет рино-двиз япония то я може ли даю или рино-двиз япония эти суммы за так называемые услуги ацетурников т.ц.к. в Винницкой области конечно это видео означает что их поймали но таких дельцов к сожалению в украине еще много и пока электронные повестки могут помочь лишь обогатиться таким бизнесменам а не помочь в российско украинской войне